...визуального акции на вертолем году. Сегодня утром уже был директор доклад Евгения Николаевича Ремченко по поводу нейрогеографии. Моя работа на этом связана с практическим применением его теоретических идей. Я буду рассказывать на примере нашей работы над надзором для организации электростанции. Евгений Николаевич использует Google Earth в своей работе. Но Google Earth это закрытое проприетарное приложение с довольно узкими возможностями. Учеба и сложного, чем просмотры. И в этих простейших генетических применениях там делать нельзя. Мы зарабатываем приложение на основе проектов и приложения для широких возможностей. Основные цифры для применения это спортсмен-центра для реализации данных, то есть для реализации данных датчиков, радиации на территории ОС или реализации движения машин по данным ГЛОНАСС, которые установлены на этих машинах ОС. А в другое направление это некомневерный сценарий, например, в отмене овалия пожаров, то есть там место возгорания, развитие пожара, скорость ветра, движение пожарных машин, реакция затрунников, подавая влияние на дорожный график, на скорость ключевых, скорость генеральных пожарных машин. Также важная задача дается реализация территорий на малых высотах. То есть сейчас реализации из космоса, на них 5 данных, уже ни кем не удивишь. При реализации с малых высотах, ну, там, 100 метров, пота, это решение с группой стенком, полметра на пиксель, например. Но, допустим, если мы опустимся на поверхность земли, допустим, если посмотреть на территорию ОС из глаз самого человека, из глаз обычных людей, то есть уже эти текстуры, группой стенки объяснят расплываться. То есть такая задача естественным образом добавить детализацию территории. Одно из направлений, конечно, если нужно вручную делать, например, модельные здания, то есть специальные другие, например, демарки, скетчапы, делать, например, модели. Другие, например, некие детализации, например, наорожные сети, трафик, леса, парки, это все можно внедрировать в программу. Это вопрос, откуда брать кандаму для этих целей? Мы же не знаем, какие там улицы, названия улиц, и другие данные. Ну, есть такой проект, называется OpenStreetMarkort. Не знаю, может вас слышал, этот проект, который по принципу Вики. То есть любой человек может редактировать проект для создания карты, карты земли. То есть любой человек может редактировать эти карты на основном на основном GPS. То есть такой делается так. Человек берет его на GPS-треке, он ходит по улицам, записывает треки, потом дружит компьютер и обводит их, он отмечает название улицы, улица такая-то, там, какие-то перекрестки, такие-то скафоры, знаки даже движения. Потом можно там и здания вводить, и точки отмечать. Вот, например, в Метрохмешоте это довольно-таки подробная карта на территории, а именно так как на инфраструктурной инфраструктурной станции сделаны, ну и сервисов, вот на Тритмак, в виде разного, и Капорское шоссе, вот такая красная линия по центру, всякие мелкие дороги, там, подвезные какие-то пути, вот, железные дороги, всякие ветки, линии тренопридача есть, все здания ЛАЭС обозначены. Вот эти данные можно, как бы, свободно использовать в любых положениях, даже коммерческих. Формат очень простой, он основан на XML, там, значит, в храневой элемент сначала идет набор опорных точек, это лукаташ, оплательный дисплект от каждой точки. Потом идет набор линий, здесь много отдельных линий, там, беззамкнутые линии, они задаются набором точек, и дальше каждый день написано некие теги. В интернете мы привыкли, что тег — это большое одно слово, но в проектовом инфраструктуре теги — это пара ключей значений. То есть мы можем, например, что это пазочная дорога, мы можем сделать так, тег «highway» равно «road», то есть это дорога, и «highway» равно «primary», то есть «главная дорога», или «highway» равно «сервис», то есть, например, служебный проезд, или «начер новый год». То есть это будет объект рода, который у нас на проезд, или парк, можно назначать. Вот дальше, дорожек мы привезли в программу, когда я покажу видео, это вот то, что уже сделано. Частично видите спидниковые снимки, которые получены для T3LS, видите, дорога сделана с линиями разметки, по данному конструктуру даже деревья там я расставил, были дороги от машины, видите, там приезжали, немножко видео подключивает, и... я переспущу отделы. Вот. Значит, сделаны дороги, основные интертреллайз деревья, и сделан трафик, то есть машины ездят, пожарные машины, обычные машины. Вот. Ну, там здание ЛАЭС, как бы, старая модель, очень любая примитивная, сейчас вы увидите еще, ну, начиная дальше все работы, после того, детализированной модели здания ЛАЭС, вот, там будет сейчас, вот перед вами административное, сейчас справа, административное здание, одно и сейчас, еще второе здание тоже делаем. Подробная модель, детализированная. Так же я сейчас покажу еще модель. то есть начинаем, вот, по результации пожара, то есть такой очень, очень, ну, первый шаг на его продвижение, там, вот, 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 и, ну, пока, какой-то, то есть, самое, не о продвижение. Все, спасибо за внимание. Спасибо. У нас специалистов было в свое время сотрудниками лаборатории, руководимым юбиляром Станиславом Владимировичем. Он же, так сказать, был руководителем многих наших диссертаций и оказал большое влияние на наше становление, как специалисты. Значит, мы сейчас работаем в области энергетики. Ну, тут написано, так сказать, некоторые достижения наши, что мы, так сказать, работаем в области всей России. И, так сказать, у нас сейчас у них реализовано более тысячи проектов. Ну, тут перечислены, так сказать, некоторые объекты, которые, так сказать, мы реализовали за последние годы. У нас, так сказать, есть программный комплекс для отображения информации. Ну, тут перечислены основные компоненты. Ну, и сейчас, так сказать, добавлены, так сказать, новые компоненты, так сказать, диспетчерский перенажер. Значит, суть этой работы в том, что, так сказать, в настоящее время, так сказать, рабочее место, диспетчер, арт, так сказать, за которым он работает постоянно одно, но тренажеры, так сказать, делают отдельные фирмы, ну, то есть, так сказать, диспетчер, так сказать, тренируется в одной среде, а работает в другой, что, так сказать, естественно, так сказать, не очень удобно для него. Вот, так сказать, мы вот, ну, ну, буквально, так сказать, за сентябрь-октябрь, так сказать, реализовали, так сказать, первую версию тренажера, основанную на, так сказать, нашем армедиспетчере. Вот, ну, тут, так сказать, некоторые формы, бежу, бежу, лайнеры, как-то, тут я, так сказать, много не буду говорить. Вот, тренажер предназначен для обучения, так сказать, диспетчерского персонала, то есть, там, так сказать, есть режим обучения, так сказать, есть режим подсказок, вот, и также, так сказать, он, значит, может использоваться для, так сказать, экзамена, то есть, так сказать, режим работы. Вот, ну, тут, так сказать, некоторые формы, экраны, так сказать, не введены, но, вот, так сказать, журналы фиксируют, так сказать, действие диспетчера, прекрасно отмечены ошибки его. Так, ну, это, так сказать, уже, так сказать, чуть-чуть другой области, так сказать, наша программа отображения графической информации. Информации, ну, и вторая, так сказать, тут я как раз, тут два доклада, то есть там. Да, приедешь, против него. Да, 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 да. Это, так сказать, генератор инструкции, где вынимается, так сказать, электричество, тепло, вода, газ. Тут, так сказать, цели этой системы перечислены, ну, значит, система, так сказать, сейчас внедрена в четырех местах, ну, значит, идут перечисления, внедрения этой системы, ну, и в состав системы, так сказать, входит генератор в форме. То есть, так сказать, очень удобная карта формы, так сказать, люди могут подготовить сами, ну, так сказать, формы в системе учёта, они, так сказать, носят, ну, так сказать, привовой характер, поэтому, так сказать, подготовленные формы, так сказать, может быть, ну, в какой-то системы, выдана в различных форматах, ну, вот, скажем, в составе, есть формат в ВДМ, чтобы эта спецформа уже была бы неизменной сталью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В БАЛОДИСМЕНТЫ Тема моя презентация滑 calculating Dawnba остояние 3D subs reopening электроэнергетической системы, используем технологию второго окружения. На сегодняшнее время в России происходит комплексная модернизация объекта электроэнергетика, происходит внедрение всевозможных автоматизированных систем на существующие подстанции и электростанции, и также начинается реализация большой программы с названием «Энергетология сеть», в связи с чего возникают так называемые секровые подстанции, а также сходных процентов по анализу состояния электроэнергетической системы. В результате уже растает актуальность задач поиска новых подходов и технологий изображения информации, так как объемы данной ампоциативы в пунктах медицинского управления постоянно возрастают. Существует пять основных принципов реализации технологии смарт-инкутерных систем, один из которых является последовательным подходов и технологиям изображения информации о состоянии электроэнергетической системы. Кстати, он получает актуальную ампоциативу и производит эффективные воздействия на исследовательную систему. А старый цикл «Жизни энергоэнергетика» и одна роль в реализации электроэнергетической модели, которая используется для создания и реконструкции данных объектов, для разработки проекта для комплектации и эксплуатации. Это может быть среди видеокадров, которые будут показывать на общественной презентации оперативного управления, что они уже были написаны на избытqueчин构хCre Engine один из основных физических управлений. Вот этот принцип Дисунный центр — iemand лzysta с лишения его networking, pulp. В рамках моей работы был рассмотрен вопрос разработки комплекса по образованию специфических оперативных информаций на основе принципа сессионной активности. В следующем слайде представлено областное предназначение решений, которое запомнивает в себе непосредственно те процессы, которые происходят в будущем, во время аналитических оперативных ситуаций и пропорционных непосредственно управляющих людей. В следующем слайде представлено презентацию, то есть добавлено механическая переразка. Она как-то в Москве, это Московская область, реальная инфостанция, что она в подсолнечности 20 кг. Загрузка линейна для этих оперативных ситуаций, возможность выбрать аналитических съемок, аналитических услуг, отображение известного через миллиарду вещей, это выгрузка из скары системы, и отображение состояния цифрового кулакова. Да, рекомендуется расширять комплекс путема для работников, включение биологической пробоя для проектной агументации, консенсационной агументации, включение переднерений и, согласно здравоохранению модели, это мы видим при ca. 3970-е, которое анализывает непосредственно бостанцию под перерыв, и как его печать не цифрового оборудования. А данный момент является требования при строительстве новых факторов, чтобы вся бостанция, все лестнице объекты подписаны именно в этой модели. Построен бостанческий модель, который будет объединять все вот эти цифры, все эти данные по оба объекта на объект. В первую очередь, планируется уже в начале 20-го сканирования создание определенной модели непосредственного оборудования, а также замерка энергетики, оциклов, руководящей аргументацией существующей и уже объединение непосредственно с цифровой инфляционной моделью, уже с цифровой инфляционной оборудованием. В дальнейшем интеграция уже непосредственно с цифровой инфляционной оборудованием, отображение матин, а также дополнительные инфляционные инфляционные оборудования в зависимости от тех задач, которые решают сам. Здесь добавлено напряжение к внутренней напряжения на шинах из высокого напряжения и на процентах уже нет. И в качестве человеческого инфекции, в качестве технологии предлагается используя технологии внутреннего напряжения, которые уже здесь достаточно удобны. Куратная работа, думаю, на этой работе, и, думаю, это очень важно. Движение человека, особенно когда он занимается сложным спортом, кто-то из учёных сказал, что человеку это сложный в горке, его система очень сложная, ну и тем более, если он статается на лыжи, я скажу, если он спускается с горки на лыжи. Вы помните песенки, девушка, просвещаясь своим службом и поёт, кто-то суворочек спустился. Вот эти движения ученика, они часто становятся непонятными и для постороннего, случайного зрителя создаются впечатления, делают какие-то неприятно сложные, для других, в то время как это совсем не так. И тем более сейчас, в состоянии катания на борт, в такой же время, совершенно фантастический, инвентарь, крепление, безопасно. И мы вас приглашаем, если не удастся достучаться до меня, до звания, я руководитель союза инструкторов России. Только обращайтесь напрямую к Станиславу Владимиру Ильичу Клименко, который считается царом его выступлениями. И сейчас есть, по-моему, много прогрессов, следует по созданию этой, условно я называю так, писательной системой, которая будет выражена в форме картинки, дерево. А сначала для этого, сколько что, в деле и времена мы выбили физику, занимались мы, любили еще больше горного лыжа. И наша группа помогала в сборной команде Советского Союза в условиях, так называемых, комплексных научных групп для спортовых достижений, для победы олимпийских команд. И исследования проводились там для того, чтобы наилучшим, оптимальным образом поднести спортсменам высших достижений в совершенно определенных условиях в определенное время. И нам бы хотелось проводить серьезные исследования в таких ситуациях, как медико-теологических проблем, зазенка, сваранков, где мы изучали функциональные возможности охрана, организма, человек, и спортсмены, и уже в частности проблем с массажами, и энергетики. Это речь идет о работоспособности мышц, или мышц, и выполнении больших профессий специальных нагрузок. Мы изучали экономические характеристики для научных учреждений в институтной программе, я думаю, что мы проводили расчеты от простейших. Это речь идет от того, чтобы нам найти пару задач, интересных, которые мы использовали в теории максимальных процессов, и в том числе, в принципе, массового трягина, журнала «Вайдмэдринг», который, если все у нас, опубликовывается. Были простейшие методы геомеханики, часто с этим, киноциклы, гранд-метринер, одномерные и двухмерные, которые мы выполняли тогда с помощью специального аппаратуры. Но эти все наши бизнес-искания, они, так сказать, часто не давали обучателям ответы на те медики, для спорта это работало, но проблемы обучения не получалось. И наш лидер, Станислав Клименко, однажды в бане, они живут по-другому, и так заходят в баню. И он там однажды сказал, ребята, вначале было слово, и тем самым мы настроились к тому, чтобы использовать вот эти интуитивные, опытные оценки, которые делают специалисты. Ну, и не специалисты, если встречать это для того же оказания, который в случае тренинг, который с нечисловным умением, то есть ничего не напишешь, а тренер, он замечает. И делает какие-то фантастические, интуитивные, правила для этого шутбет, и он удалось сделать, что описание, значит, создание системы обучения в форме теории «Вальд». Держите. Держите. Вы, угрессы в угрозе, здравствуйте. Национальный инструктор России по городу Наши. Стучитесь к нему, а мы очень не на этом умеем делать. Для того, чтобы получить guerre. Россия угрозная страна, много везде в город, и занимается на город на окружении. Продолжение следует... 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 Мы в туристе катались, конечно. Мы прикручивали лыжи, значит, колючий кромолок и на посудом. И катались таким образом. Но тем не менее, значит, мы все-таки это все освоили, научились кататься. И после этого, я бесконечно благодарен Людвигу за то, что он меня привлек в этот такой новый вид деятельности. Это тоже, вообще говоря, деятельность педагогическая и как бы учебная. То есть мы на самом деле учили. Я был специалистом по новичкам. Я не могу сказать, что я какой-то суперспортсмен. Я никогда спортсменом в горных лыжах не был. Но я умел учить новичков. Я очень многих новичков поставил на лыжи. И я понял, что такое методика. Вот то, что Артур Павлович, значит, придумал, он придумал методику подготовки к горнолыжникам. Буквально за неделю мы людей ставили на параллельные лыжи. Что на самом деле очень сложно. Поэтому я бесконечно благодарен. Спасибо большое за выступление и за, так сказать, на улыбку. И ежели кто из вас хочет, значит, как говорится, присоединиться к нам, то мы ежегодно, точно так же, как мы выезжаем ежегодно на Кипр, точно так же мы ежегодно выезжаем в Адолу, где мы, значит, берем студентов, детей, жен, матерей, сестер, там, так сказать, и медсестер. Значит, и ежели вы хотите к нам присоединиться, пожалуйста, в этом году мы вместе с Юрой Чешевым, где-то он тут бегал, значит, после 9, с 28 января до 2 недели в Адолу присоединяйтесь, пожалуйста. Там мы вас научим всем премудростям кататься, только не на доске, мы не досочники. То есть мы доски не любим, это заранее, хотя у меня, например, внучка, она говорит, Света говорит, я не вжись, не встану на ноги, в смысле на лыжи, только на доске, потому что крутые девочки катаются только на досках. Все, спасибо большое. Так, продолжаем нашу программу. Шкловский корди. Нету, да? Афанасьев. В.О. Виртуальная среда, методы, средства актуализации. Нету, да, Афанасьева? Токаренко. Тоже нету. Есть? Будьте добры. Мы вас просим. Как вам удобно? Как вам удобно? Ну, у меня слайд, я опять не расстрою. Окей, да. Как вам удобно? Да. ТОМОН. Я здесь хочу рассказать. Это сделанную систему, включать И плюс, внизу, для модерирования новой техники. Эта система сделана таким образом, что, как мы просто говорили, а там происходят про такие загрузки, сделана таким образом, что можно объединять различные коды, сохраняя их загрязненность, и создавая таким образом сложные автоматические модели для модерирования всевозможных процессов. В принципе, это сделано таким образом, что основной объект является веществительной объектной системой, которая имеет оболочку и плюс порт. Оболочку управляет, работая объектом, привязываясь к конкретной системе и проводит энергию данных и так далее. Ну, тут показано использование создательных объектов. Дальше мы сможем решить, как эта система работает. Значит, эти объекты обмениваются паспортами, где выдается вся информация, что объект не может делать и что ему нужно. Поэтому на основании этих паспорт почетов устанавливают энергию с собой связи. Таким образом получается настройка модели на конкретные объекты и нережимые проблемы. Дальше включается в эту систему кондекторы, которая подготавливает для объектирования данных, чтобы система работала. Ну, здесь вот на примере РПНК показывается, как эта система работает. Обменяем себя исходными данными, проводятся конкретированные данные, попадают дальше в получение объекта в своей среде с ней данные и плюс, и потом идет в счет. Определяются точки синхронизации. Очень точная синхронизация происходит данные данные. И тут я очень не могу показать, как происходит процесс кондергии. Значит, каждый объект работает с своей средней, но есть некие базовые задачи, есть базовые стандарты. Из базовых стандартов уже конкретных следующих объектов превращают его в форму, что принимают, как предыдущие объекты. Таким образом, в общем-то, получается независимый исходов. Закрытости их и так далее, но, тем не менее, они вместе могут моделировать самые разнообразные основные объекты. Ну, здесь вопрос исходное состояние. Да, кстати, я скажу, что, опять-таки, мы, наверное, делали примеры для разработки компьютерской диагностической технологии. Все актурициации связываются с компьютерской связью. Это более подробно, как она состоит. И, таким образом, все учительные центры работают на единую учительную систему. Чтобы мы рассмотрели, какие можно подключить коды для того, чтобы все процессы, которые примут в полном случае, кстати, в космическом диагностике. Это личная установка средств в наркотворке. В первую очередь, есть разъединенные всякие процессы, которые подходят к администрации, взятые, вероятностные расчеты в защите газодинамических, химических и строящих процессов. Разных обоохладов, как российских, так и зарубежных. Но, в основном, тут мы очень доро используем франциссию. Хочу набор кодов генерирующих разрушений, термогинговых и прочих процессов, связанные с, в общем-то, жизнедеятельностью всего энергородного. Тут только разные коды разных организаций. Моделиваются все процессы. Это означает и пожары, и разрушения, и энергии. Что очень важно. Мы сделали эту систему такую, что она может работать независимо, создавать независимые цепочки и кодексы, которые, в принципе, могут отсекать всевозможные ошибки. Ну, и суд индустрирует создание генерального стены, которые сегодня используют разумерные. Ну, и, конечно, не только мы получаем ту информацию, в которой удобно работать и создавать индустрирует. И самое главное, что эта информация выступает на независимые плиты, географические терминанты, для руководителя работы. Он может динамически уменьшиваться в эти процессы, изучить, корректировать процессы. Собственно, такая система, использована сейчас для кассивных установок. Аналогично разработана система, начало развития анатомной машины, в год 20-го года, для решения проблем, связанных с проводом дископлотации, уже в продвижном сходу дископлотации, и разработанного проекта. Вот поэтому сейчас найдется у нас эта вся система, как супермонт в дегрировании анализа. Во-первых, я больше всего думаю, что хотел вам сказать. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Шикарова Федоровича, независимый эксперт по горным лыжам, в Андорре, предполагаю, в очередь, в марте месяце этого года. Я забыл. Спасибо. Примерно так выглядел Чернобыль. Четвертое дно в мае месяце 1986 года. Таким его могли увидеть со спутника, если бы было приличное разрешение у американских спутников. Картина на то время была безобразная, но не хуже того, что бы увидели, когда посмотрели с хорошим разрешением. Через три дня исполняется ровно 25 лет, как был построен объект укрытия, защитное сооружение над четвертым блоком. И сегодня же, примерно сегодня, исполняется 250 дней с момента аварии на Фокусине. Человечество наступает на те же самые грабли регулярно. Это регулярность для аварий катастрофического характера с разрушением диагонального топлива, вопреки вероятным самооценкам, происходит приблизительно один раз в семь лет. И в большинстве из случаев ликвидации последствий этих аварий, мне выпало участвовать за всю свою счастливую жизнь в промежутках между катанием на горном зоне. Ключевая проблема после аварий – это как подобраться к аварийному блоку. Здесь представлено сечение Чернобыльской атомной станции второй очереди, третий и четвертый блок. Мы придумали осуществить разные технические средства для землетрического разведки и раскрасили в зелененький, желтенький, красненький цвет места легкой доступности, средней доступности и недоступной для нахождения там человека вообще. И, ну, получилась такая картина, которая позволила с точностью то здание легализовать скопление высокоактивных масс. Серьезными техническими средствами была проведена оценка распределения высокоактивных масс внутри, собственно, объекта. Для этой цели мы использовали внутренние технологии, внутриреакторные технологии, насколько другие детекторы не живут в тех условиях, в тех полях, в литературах и подобных. Использовали трубопроводы. А, нет, маркеры. Ну, ладно. Видны черненькие и зелененькие трубопроводы, по ним были построены распределения полей. Компьютеров 25 лет тому назад не было, на Чернобыльской, по крайней мере, атомной станции. Первые компьютеры PC появились в 86-м году в конце. А так можно было бы построить томографное распределение. Но эта картина относится к 86-му году, нарисованному папашку тогда, и позволяет понять распределение высокоактивных масс внутри здания 4-го года в Чернобыльской области, из которой следует, что на том месте, где должна была быть активная зона, никаких высокоактивных масс нет. И это была, в общем, такая совершенно неприемлемая информация, потому что сразу встал вопрос, а где же топливо? Значит, как потом показала жизнь, топлива внутри практически нет. Изменение распределения МЭТ-гамма излучения в объеме разрушенного круга позволит убедить места скопления источников высокой активности от остатков активной зоны разрушенного реактора. Основное скопление находится в юго-восточном квадрате подряд к опротопочищению 0.305. В распределении МЭТ-гамма-активности по вертикали указывали на отсутствие топлива в зоне проектного расположения активной зоны. Но были определены перспективные места реализации контроля. Так выглядели первые системы контроля состояния объекта укрытия. С 28 мая верхняя квартира. Красивый мужчина сзади, это ваша покорная слуга. Вид сзади. Внизу это построено нами к ноябре 1986 года в условиях безграничного финансирования системы. Система уже на более-менее пристойных компьютерах SM 1420. Система существовала более двух лет и дала, в общем-то, очень убедительные и хорошие результаты. Результаты, которые вы видите здесь по нейтронам, мощности дозы гамма-излучения и изменения температуры с горячей точкой. Все это, кстати, нам красиво показало, что на протяжении нескольких лет внутри объекта укрытия никаких опасностей не было, вопреки тому, что все время вещали это средство массовой информации. Нижний график. Температура красненькая в горячей точке, синенькая. Это непосредственно в зоне развала. Колебания показывают сезонные колебания температуры зимой лет и так далее. Предварительные выводы проигнорируем. Первые снимки после аварии слева Чернобыль, справа Фукусима. Что меня поразило в момент получения первой смерти Фукусимы, что они внешне очень похожи на то, что мы увидели, или то, что посетитель увидел с вертолета в черном полете. Дальнейшее сопоставление снимков показывает, что источники ДДР, в общем, уже с этой разрушения визуально имеют одинаковый характер. При этом, все, что происходило на японских атомных станциях, достаточно связано, с точки зрения научно-технических, объяснено. И на сегодняшний день имеется подтверждение того, что, да, действительно, целостность внутренних корпусов сохранилась в защитных, и топливо на Фукусимских реакторах хоть и повреждено, скорее всего, повреждено, аккуратно и ниже, но он находится внутри, локализованного внутри корпусов. Слева разрезы Чернобыльского блока, внутри корпуса, не корпуса, а внутри штатного – это реактор беспропускной у нас, в отличие от японского. Внутри шахты штатного положения реактора ничего нет. Для уберительности приведу еще такой факт, что внутри этой шахты побывали три человека, и есть фотографии людей, находящихся внутри, взрывающих людей. Слава Богу! Авария на Фукусимах произошли при остановленных реакторах. Активные зоны были загружены и находились в глубоко пакетическом состоянии. Аварийный процесс связан с остаточным тепловыделением, образованием и взрывом водородов. Аварийный процесс на Чернобыльской атомной станции связан с неуправляемым разгоном мощности реактора и соответствующим ей тепловыделением, соответствующим ей тепловыделением. При разных причинах тепловыделения, последствия прогружения сопоставили. Это немножко удивительно. И, кстати говоря, обоим авариям присвоена одинаковая категория номер 7 пошлоемой годы. Сейчас пересматривается это по предложению японцев шкала и предлагается Чернобыльской аварии происходит 9 но свою аварию снижать уровень они не хотят. Но это обстоятельство наполкнуло на мысль о том, что обстоятельства я имею в виду разные причины тепловыделения, но близость последствий разрушения. позволяет выделить гипотезу об образовании водорода в активной фазе аварии на Чернобыльской АЭС с заполнением взрывоопасной смеси всего объема под реакторного пространства и центрального зала с последующим взрывоопасной водородной смеси. Это гипотеза. Так же, как и вся Чернобыльская авария, начиная с первой секунды после разгона мощности и далее в течение 30 секунд, требуют исследования и моделирования. И здесь поле деятельности очень наука юмкая и безграничная, но задача очень подорожная, поскольку сегодня достойного описания процессов подобного рода запроектных аварий не существует. Заключение понятное. Значит, связь со Станиславом Климентом понятная. Поздравляем, свершеннолетний. Случайный кадр академии Александров в Чернобыле на ученом совете посвящен сдаче в Крыге в Крыге 25 лет назад располагаться. у наш президент по Франциславе научного центра Российской Федерации, научно-исследовательского института теплоэнергетического прибора в строении, вот такой у нас назвал, длинный, сокращенный теплоприбор, поздравить нашего замечательного коллеги, нашего научного руководителя одного из основных направлений, визуализации, Санислав Владимирович Деменг, с юбилеем. Я могу очень долго говорить о Саниславе Владимировиче и могу говорить только хорошим, не потому, что Саниславе Владимирович, а потому что он действительно все свои жизни сделал, все свои виды есть. Уже давно ему не надо никому ничего не оказывать, он уже все все сказал. Пойду Санислав Владимирович, разреши поздравить, пожелать здоровья, счастья, удачи, успехов, терпения, мужества, благополучия. Что еще не сказать? По-моему, сказать все. И мы обращаем на очень благотворное дальнейшее сотрудничество, потому что в том направлении, которое вы у меня в студии возглавляете, безусловно, перезапевтирует из-за любого нового будущего и на коноторных отраслей науки и техники. Спасибо. А здесь? Знаю твою любую книгу. К сожалению, я сейчас одну, но тогда я все-таки не считаю, что это не лучший подарок. Вот такое издание золотого объяснения «История российского рассказа». Еще один момент, интимно-вергантильный, приказ о поощрении работников. Клименко Станиславу Владимировичу, главному научному сотруднику, отделу инноваций, 8 ноября 2011 года, исполнил 70 лет со дня рождения. В связи с 70-летним со дня рождения, из-за беспречной добросовестной работы в институте, объявил благодарность и примеру определенные суммы. Генеральный директор, что полноценный. Спасибо большое. А сумму не назвали из-за рэкетиров? Так точно. Спасибо большое. Коллеги, большое спасибо всем. Продолжаем нашу конференцию. Добрый день. Меня зовут, как говорится, Давид. Я студент четвертого курса МФТИ. И тема моего доклада – это использование игры Warbiter для создания и приложения в виртуальном происновании, или Virtual Storytelling, или VST. Для начала я собираюсь в план своего доклада. Первую часть своей презентации я посвятил описанию Warbiter. Во второй части я расскажу про то, как мы можем создавать систему VST при помощи Warbiter. И в третьей части я расскажу уже реальные примеры созданных системы Warbiter на основе Warbiter. Итак, что же такое Warbiter? Warbiter – это общественный проект. Это серьезная игра, симулятор космических полетов, с помощью которого игрок может приобрести основные навыки управления космическим аппаратом, начиная от самого управления, заканчивая расчетом удаления корабля в разных компетенционных полях. Это общественный проект с открытым исходным кодом. Следовательно, у нас есть инструментарий, software premium.kif, чтобы расширять игровое пространство. Мы можем добавлять, начиная от самих моделей космических аппаратов, заканчивая разные солнечные системы, галактики. У Warbiter есть свой графический движок, называется Warbiter Graphics. Визуализация довольно неплохого уровня, но сегодня мы можем уже и лучше визуализацию в этом найти, и подобрать лучший графический движок. И это является одним из минусов Warbiter. Переходим ко второй части моей презентации. Про то, как мы можем создать систему виртуального образования при помощи орбита. Как я говорил, у Warbiter есть собственный инструментарий, помощью которого мы можем расширять игровое пространство. Когда мы создаем новый модель космического аппарата, у нас, по сути, создание делится две части. Создание моделей – это 3D-оболочка, физические свойства и все, что связано с инфекцией аппарата. И вторая часть – это сценарий, по которым будет идти у нас игра. Так, у нас есть два типа сценариев. Это сценарий, с которыми мы точно будем. Другой говоря, есть какая-то модель, надо ее вывести на орбиту, или состыковать с другим космическим аппаратом, или, наоборот, приземлить на Землю и так далее. И есть у нас автопилотный сценарий, когда игрок просто наблюдает за происходящим. Корабль сам взлетает, сам выходит на орбиту, сам и сам произведается. Во вторых типах сценариев человек просто получает знания о том, как все происходит. И, собственно, научившись писать сценарий для моделей космического аппарата, мы уже можем создавать готовые системы предварительного вставания. Ну, и, конечно, нужны художники, которые очень красиво нарисуют наши модели, и нужна физика космических аппаратов. Но это не важно. А самое главное, это мы не писать сценарий. Мы учусь писать сценарий, мы можем колебать, у нас наладить конвейер, и у нас уже выходит, с каждой моделью, системы предварительного вставания. Можно сделать на одну физическую модель и привязать к ней много-много-много сценариев. И эта практика уже есть. Собственно, в третьей части я расскажу про существующие системы. Ну, так как мы живем в России, вообще очень много существующих моделей для орбита созданных, то и у всех есть разные сценарии. Вот уже в России нас интересуют российские сценарии. Первая модель, это модель Восток-1. В ней как раз таки сценарий, первый сценарий, когда у нас есть там две контрольные точки. Это выйти на орбиту. Ну, конечно, координаты настоящей орбиты нет, Гагарин неизвестный, но есть какие-то априорные координаты, на которые надо выйти и пролететь. Это Гагарин, а следующая контрольная точка посадить корабль. Вторая модель, это Союз-1. Автомобильный форкл. Эта модель интересна тем, что, во-первых, она в рамках графики орбита очень неплохо проработана, а во-вторых, там реализованы чрезвычайные ситуации при запуске ракеты, например, возгорание двигателей или отказ двигателя. И в марте этого года вышла модель автор-нефективе, которая очень неплохо проработана в графике, опять-таки, в рамках орбита. И там присутствует сценарий второго вида, то есть там мы являемся Юрием Алексеевичем, и у нас и наблюдаем за первыми 108-ми видами человеком в космосе. И вот, собственно, небольшая презентация на пути большого хрома. Это вот видео, которое я склеил из орбита подвергая камера. Я попытался сделать все короче, чтобы мы смогли его вложить через 5 минут. И сейчас будет намераться атмосфера, а в данном случае я покажу подвергая камера. Слово. Итак, что же я здесь сказал? Я рассказал про орбитеры, рассказал про то, как мы можем создавать приложение виртуально по основанию при помощи орбитера, и рассказал про существующую систему виртуально проистаяние. В заключение я хочу сказать, что, естественно, орбитеры это очень плохой инструмент для создания таких систем. Однако у него есть один большой минус. Это графика. Сегодня нам нужна более хорошая детализация. И в дальнейшем надо придумать, что с этим делать, то есть работать в этом направлении, чтобы улучшить графический движок. Я бы хотел поблагодарить профессора Клименко Старисова Владимировича, как моего научного руководителя, и поздравить его с этими идеями. Старисов Владимирович меня направлял, как, кстати, давал полезные идеи. Также я хочу поблагодарить Клименко Андрея как автора «Идеи», то есть создан «Паркеровный идея». Вот, Давид, есть орбита. Пожалуйста, посмотри, как он работает. И авторов предыдущих моделей, в тюрьме, Кульчиске и Тимон, они, собственно, являются авторами модели «Союз» и «Фотсовшен», которые я вам показываю. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, если у нас есть информация, то я добавлю. Спасибо, Давид. Так, у нас мы подходим к концу. Давид внук работал в «Портвино», которого тоже так же звали Давид Коковрица. Так, «Тарас». Хорошо, Марк. Добрый день. Меня зовут Юрий Тарасов. Я аспирант «ФТИ» и моя коллега «Адамонен», «ФТИ» Я хочу вам сегодня рассказать о перестарализированных гетерогенных образовательных средах, то, как мы их разрабатываем, то, как мы их внедряем на 10-ти, и не только. Почему, собственно, перестарализированные, гетерогенные и так далее? Все мы видим, что образование меняется с одной стороны, с нормальной причины, которую меняют, это стандартно третьего поколения. Кредитный коэффициент за ориентированные подходы, индивидуальные планы с другой стороны, мы видим, как они дефицируются с одной стороны, становятся более быстро. К другой стороне, мы чаще все время, когда все свободно уменьшается, и они не нужны, и хотят учиться только, когда им удобно, и не с тех мест, когда им удобно. Что мы имеем в текущее время, если говорить о российских университетах, российских флагманах дистанционного смешанного образования, это раздраженность образовательных ресурсов. Даже ведущий кузов, они очень разные, чаще всего они между собой не с закупицы и дюймят. Создает система для аллайн-коммуникации между различными делами, которые они называются в ресурсов. Интерактивность процесса смешанного образования недостаточно. С другой стороны, повседневное то, сколько локальные системы есть практически везде, и у каждого количество карманных наносимых устройств растет, поэтому все это нам предоставляет возможности для перехода на новый уровень. Поэтому была поставлена задача создать систему, предназначенную для поддержки дистанционного, смешанного, непрерывного, самостоятельного, зарядного, компетентно-сорядного образования с поддержкой учебных достижений учащихся. Пару снова концепции. В чем была идея? Идея была в том, чтобы в центре поставить социальную систему направленную решение задачи образования и как в существующих социальных сетях как в ТАТКЕ, пусть только учетом и учебной особенностей, подключить и ряд образовательных приложений, каждое из которых дает определенный функционал. Если интегрировано в это образовательный решение, приложение может быть как учебного характера, как, например, ОЛНС, системы для поддержки непосредственного обучения, так и для системы совместной работы над проектами или для коллективного обсуждения других видов деятельности. В общем, схема может быть так, это собственно, сошелный проект. Это и есть социальная сеть в середине, и дальше она окружена различными компонентами. ОЛНС, это стандартная система дискуссионного образования, система электронных подкомер накапливает информация о достижении учащихся, и системы протоколов открытые интерфоргармальности дают возможность взаимодействовать с внешними приложениями открытыми и всегда при разработке архитектуры мы старались использовать все это программное обладание и дед в эту форму, позволяющую дальнейшим легко дорабатывать электронных в сообществе региона с другими средствами. И в итоге, что у нас получили, у нас получился собственно элемент социальной циклиной, который позволяет формировать, сохранять, связывать пользователей различные связи. Вот пример приложения, которое позволяет добиваться библиотекой и физтехо, на этом примере показаны возможности системы интеграции с федеральными ресурсами, управления и, собственно, одна из последних вещей, которые мы сделали это перекупить документы оборотов, заполнения документов с фрамом или договора обладательного устройства. Движемся дальше распространение этой системы к другим, сейчас она использовала и использовала и используется на кафедре социальной реализации менеджмента, теперь на кафедре дополнительное новое пункцию приложения. Следующий этап это, например, подключение системы для совместной работы. Еще следует упомянуть, что система используется не только на кафедре, она дает троски вот один из тросков год назад, полгода назад появился, а вот на базе тех людей, которые были заложены, была сформирована и сейчас работает образовательная система для открытого университета Сколкова. Все эти направления мы развиваем, планируем развивать дальше. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такой вот незаменимый сейчас американцы чуть-то и одно, хотят делать другое, третье, шестнадцатый это все фигня. Вот лучше этой ракеты нет ничего. И лучше у нас на физтехе и самого энергичного самого из той книг, которую мне подарил Дурай 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 прочитал всего три страницы. И после этого у меня случился аварийный остановок. Но умнее меня, он что делает? Меня могут ругать. и остаться. Спасибо, Саша. И на тебя АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, правда, долго, долго... Все нормально. Отлично. Но я хочу сказать, что если бы все истехи были такие, МАГИ был бы далеко-далеко-далеко-далеко-далеко, далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко. Спасибо. 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 Стас и ему подобные люди – один из краеугольных камней системы К��стана. Второе – это человек нашего поколения, который был рожден в войне, военное поколение, которое исследовало за шестидесятниками и в какой-то мере вынуждено было, как и последующие поколения раскребывать плоды предыдущих поколений. Стас является достойным представителем этого немногочисленного поколения, обделенного витаминами и прочим. Но все-таки советская власть нас научила. И на фестихе начинали на радиотехническом факультете. И тема моего доклада, между прочим, она непосредственно вытекает из этого обстоятельства. Ну и третье, я хочу сказать, что вот если вы хотите видеть казака, вот он, казак. Вот это запорожский казак, который пишет письмо не турецкому султану, но, скажем, отдельному представителю поколения 60-х, например. Или еще. Ну, например. Вот. Ну, теперь у меня уже совсем мало остается времени. Я просто анонсирую, чем я занимаюсь и о чем я работаю. Мой интерес вот в последние несколько десятилетий находится в области квантовой теории информации. Это, вы можете читать, это научная дисциплина, которая изучает общие закономерности передачи, хранения, преобразования информации в системах, подчиняющие законам квантовой механики. Надо сказать, что необходимость в таком квантовом обобщении, она возникла уже где-то в 50-е годы, вскоре за созданием основ теории информации в трудах Котельникова и Шинова. И было стимулировано появлением источников когерентного излучения, лазеров и систем оптической связи. Ну вот, может быть, то, что я на первом курсе учился на радиотехническом факультете, не случайно я туда пошел, хотя потом и перешел на прикладную математику. Вот, значит, это вот послужило тем, что и в моих математических занятиях я руководствовался такими прикладными задачами и вопросами, которые ставили физики. И на начальном этапе основным вопросом было выяснение фундаментальных ограничений на возможности передачи информации, обусловленной квантовой механической природой, носителей информации. По-видимому, что в ближайшие десятилетия эти ограничения станут основным препятствием для существующих технологий и принципов обработки информации. Ну, значит, я этим начал заниматься вот все 70-е годы, и то, что я говорил об ограничениях, это как раз вот мои результаты к этому относятся. В 80-е и 90-е годы появился новый интерес в связи с идеями квантовых отчислений, квантовой пирматографии, новых космосовных протоколов. И здесь уже пошла речь не об ограничениях, а о новых возможностях, которые заключены в использовании квантово-механических систем. И я должен сказать, что за последние 15 лет поток публикации в этой области все возрастает. Имеется, вот скажем, вот этот вот архив 1.ph, он на 50% посвящен публикации в области квантовой информатики, квантовой информатики сайта. Имеются специализированные журналы, уже появились. Если говорить о наших журналах, это в основном проблема передачи информации. Также жертвы кое-что печатают об этом. Ну, и монографическая литература. Вот, поэтому, по виду, я думаю, что на этом я закончу. Времени у меня нет. Ну, может быть, не просто, чтобы дать представление. Доклад большой, я просто его быстренько, так сказать, пролистну. Вот, ну, и заключение. Значит, что дает квантовая теория информации? Дело в том, что она не только предлагает новые принципы построения информационно-учислительных систем и стимулирует развитие методов экспериментальной физики, она позволила гораздо лучше разобраться в квантовой механике, вот, и в понимании, чем занимается квантовая механика. Значит, ну, и работы в этой области, они сейчас у нас очень активизировались, даже в Сколке появился центр соответствующий, вот, ну, и в заключении вот некоторые монографические литературы. Вот, кому интересно, можешь, как-либо дойти, я сейчас напорядку расскажу по-другому. Спасибо за внимание большое. Объявлен как борьба с реальными опасностями. Поскольку я увидел, что конференция называется контртеррористическая, то я решил, что террор – это как раз те организации, которые продают услуги безопасности, потому что они самые дорогостоящие в медицине, они пытаются на себя забрать все деньги. Это очень опасно. И единственный способ борьбы – это, как сказано в моем названии, взять себя в руки. В какой области можно это сделать? В области медицины. Современная медицина дает вам 15 лет жизни, если вы ей разумно пользуетесь. Как ей пользоваться разумно? Это доступно каждому. Надо собирать медицинские данные, которые у вас есть. Вот по прошлому закону и по новому закону вся медицинская информация ваша принадлежит вам. И вы не должны расслабляться и утешаться в тот момент, когда вы получаете бумажку, а вы должны ее взять и куда-нибудь спрятать. Сегодня лучше всего это делать в интернете. Я… Это первая часть моего доклада, вторая будет еще более… Так вот, я вас призываю. Так же, как и Станислава лично, который является ответственным пациентом и следует по мере своих сил, но в общем достаточно успешно нашим требованиям. Таких сервисов возникло в мире довольно много. И оказалось, что информационные системы страны не работают. Английский огромный проект провалился. Ну, множество таких систем. Ясно, что только человек, который ответственно собирает свои данные, может сегодня бороться за свое здоровье. Значит, вот как выглядит наш сервис. Я могу дать бумажку с его названием, хотя он называется очень просто – medarchiv.ru Сейчас, если мы заводили свой аккаунт в Google Health, то Google Health, как вы знаете, закрылся за неимением достаточного количества англоязычных ответственных пациентов. Но мы принимаем в себе их информацию. Она помещается. Вот так выглядит анализ крови в нашем системе. Вот все пациенты генетологического центра получают это автоматически. К сожалению, человек, который входит самостоятельно, имеет на бумаге, мы принимаем любого формата – сканирование, введенные руками, сложные рентгеновские системы. Но вот на примере лабораторных данных. Вот анализ один. Но он совершенно не имеет смысла, если он не сравнивается с другими анализами. То есть анализ – это не анализ, два анализа – это уже как три анализа. Но, чтобы их оценить, врачу нужно посмотреть, сравнить с чем-то их, причем с вашим. Но мало того, что с чем-то. Это же измерение, это физическая величина, которая определяется, как известно, методом измерения. Поэтому, если эти цифры получены в разных лабораториях, между которыми методы измерения не сопоставлены, то сопоставить их нельзя. И даже если вы приносите табличку доктору, то все равно это мало. Поэтому в нашем сервисе доктор имеет динамик, который он может, как живая система, оценить одним взглядом. То есть он взглянул и сразу увидел, в чем дело. Но важно иметь несколько компонентов, которые развиваются во времени. И эта система, сделанная в нашем центре, уважаемый Станислав Гемиологическом научном центре, мы сделали это 20 лет назад, интегральный интерфейс, который повторяет лучшие достижения мировой медицины. Вот история болезни и листы динамического наблюдения, которые вели, нас заставляли в детстве вести руками, теперь могут вестись в компьютерах. Вот пример. Вот эти две величины получены в разных лабораториях. Ну, неважно, индекс энтерогенности. Так вот, два значения этих величин, вот такой образовок, то значение это 5,7, а там 5,8 или 5,6. А на графике, если вы сопоставляете это с нормой, то вы получаете вот такой образовок. Короче говоря, безопасность, и вот вам улыбка. Все ориенгеновские снимки, кто знает, где лежат его ориенгеновские снимки, они могут пригодиться. Его надо просканировать и положить в интернет. В наш, например, или в любой другой сервис, которых несколько. Вот это персональная медицинская карта, а это цитата очень важная, которая уже не из медицины. Прочтите, о правах человека. Есть обязанности. Обязанности понимать. И надо начинать с себя, надо понимать себя. Так вот, все-таки, по первой части заключения, вести свои даты, это ваше право. И даже ваша обязанность, если вы цените свою жизнь и хотите получить 15 лет жизни. Или, как сказал Михаил Михайлович Звоненский, лучший знаток, то, если вас интересует результат, то это надо делать. А теперь я хотел бы сказать вам несколько слов о наших притяжениях в области молекулярных и квантовых компьютеров. Вот несколько определений. Что такое жизнь? Вы с ним согласны? Это математика, которая появляется на физике. И это происходит в одном, в нашей Вселенной, в одном месте, в живой клетке. Причем, обратите внимание, что все клетки абсолютно одинаковые. В пятом классе средней школы все рассказывают правильно. Клетка – это мембрана. За мембраной располагаются митохондрии, рибосомы, аппарат кончик, дальше ядро. В ядре стопроцентно стандартный ход ДНК. Знаете ли вы пробовал молекулярную вычислительную машину, которая была описана в нашей стране в публикации в биофизике в 1970 году? Молекулярная вычислительная машина клетки. Где была описана система ДНК и РНК Белом как вычислительная система, и было доказано, что она эквивалентна системе нормальных алгоритмов Марка. Вы видите, что молекулярная машина работает по программе, которая написана молекулярным текстом. Молекулярный текст – это последовательные символы, порядок которых определяется смысл. Это покрывающее… Если есть вопросы, я с восторгом или возражением их услышу. В неживой природе не существует текст, а там, где существует втитывающее устройство, то есть в живых клетках. И в XX веке, кроме величайшего открытия, это открытие текста, написанного не человеком, что произошло впервые в истории человечества. Все остальные тексты в мире, которые мы с вами знаем, и знало человечество, и все эти мудрецы, были написаны человеком, в том числе текст Торы, выбитый Моисеем под руководством Бога на каменных скрижах. Это все были человеческие тексты. А вот Моцин и Крик открыли нечеловеческие тексты. Текст ДНК, примерно размером у человека в Ленинской библиотеке, написан в стандартном четвергом буквенном коде, и он написан точно, во всяком случае, ни один из известных людей не претендовал на то, что он его написал. Если тут есть, там будет. Так вот, это произошло на нашей с вами жизни, величайшее открытие науки. И теперь мы знаем, что такое человек. Человек – это животное, которое умеет создавать и понимать тексты. А также, что важно для занятия, человек все остальное делает из готовности, из уже сделанной материи. А вот тексты человек создаёт из небытия. До того, как он придаёт им смысл, там ничего нет, как до первичного взрыва. И вот в ровне 70 лет на свет появился носитель очень удачного варианта божественных текстов. Он умеет не только создавать тексты, но и понимать чужие. И вдохновляет появление новых текстов у своих друзей. Я знаю, как его зовут, и вы тоже. И я вас поздравляю с этим событием. Благодарю вас. Добрый день. Я очень коротко хочу рассказать ещё об одной отрасли науки, которая имеет дело наш юбилеар. В 2002 году, ровно через полгода террористической атаки на торговый центр в Нью-Йорке, мы встретились и с тех пор не достаёмся. И я очень рад этому событию. По делу я хочу сказать простую вещь, что мы живём в довольно сложное время. Городское население сильно увеличивается. С другой стороны, количество катастроф, которые регистрируются, из-за которых все мы, в том числе, платим из своего кармана, тоже увеличивается. Опасности растут. И кучу людей, кучу денег тратят на то, чтобы понять, а как же обеспечить сегодня безопасность? Очень много слов, очень много терминов, и в них можно легко заблудиться. Однако некоторые простые вопросы должны быть отвечены, полученные на них ответы. Один из этих вопросов очень просто можно сформулировать. Вот все понимают интуитивно, что такое катастрофа, что-то очень плохое. И возникает вопрос, как вот физтех, физтехов спрашивают, я думаю, что здесь в основном физтехи, в пространстве какой размерности можно было бы уместить любую катастрофу. Вопрос этот не праздновал. Почему? Потому что если задавать этот вопрос большим начальникам, с большими погонами, то обычно скажут, я руководитель департамента по защите информационной, я руководитель департамента физической защиты, я там ду-ду-ду-ду-ду. И вот таких департаментов очень много. И если послушать каждого из генералов или маршалов, то без него все рухнет. Но поскольку мы физтехи, мы знаем, что все действительно важные вопросы в жизни отвечаются несколькими словами. И это значит, что должна существовать модель, достаточно простая, которая могла бы дать возможность выйти из тупика, из дурной бесконечности череды генералов или руководителей каких-то департаментов. Для того, чтобы такую одну из моделей вам представить, я выбрал простой педагогический пример. Вот это катастрофа, которая случилась в 2001 году. Вы знаете, что самолеты, протаранившие высотные здания, каждый из них нес на себе приблизительно 80 тонн авиационной керосины. Архитектор, который японец, который проектировал эти здания в 1967 году, был настолько дальновидный, что даже в 1967 году он рассчитывал несущую конструкцию этих зданий таким образом, чтобы она выдержала удар приблизительно такого самолета, который в него врезались. И действительно, после тарана оба здания стояли практически час, даже больше. И за это время можно было бы сделать много. И поэтому на этом примере мы можем сказать, что одной из размерностей катастроф является живучесть системы, ну, в данном случае, конструкции. Размерность номер раз, которую нужно учитывать при обсуждении катастроф, является понятие живучести. Сейчас этот термин в строительстве активно разрабатывается, правда, не нами, а европейским сообществом. Есть специальный комитет в Европейском комитете по стандартизации, и для зданий эта работа идет. Здесь мы, к сожалению, ничего нового уже не сможем сказать, потому что работа проделана большая, и рано в ближайшие 2-3 года появится число, которое будет характеризовать живучесть здания. Вторая размерность, которую, с нашей точки зрения, имеет смысл, рассматривая при обсуждении любой катастрофы, это уровень совместно используемого осмысления ситуации. Это русский перевод английского термина, который практически все, кто умеет говорить по-английски и профессионально занимается безопасностью, знают. Это shared situational awareness. К сожалению, этот термин пришел в безопасность из психологии. Очень много журналов используют термин осведомленность, что является просто, на мой взгляд, неправильным. И потому что в психологии на русском языке есть ясный и понятный термин – осмысление ситуации. Situation awareness – это осмысление ситуации. О чем идет речь? После того, как произошел таран, два пилота на двух вертолетах полиции Нью-Йорка начали облет площадки. И в 9 часов 37 минут один из пилотов сообщил по каналам полицейской связи своему начальству о том, что здание начинает кремиться, что, по-видимому, оно упадет. И до коллапса эта информация оставалась 21 минута. Несмотря на то, что в самой полиции три или четыре вида связей использовались, несмотря на то, что существует якобы, существовал якобы межведомственный обмен информацией, никто, кроме полицейских, об этой информации не знал. И в течение 21 минуты, если бы было совместное исполненное осмысление ситуации, то вместо трех тысяч человек, может, погибло тысяча. Но отсутствие вот этого совместного исполненного осмысления ситуации привело к тому, что привело. И поэтому, с нашей точки зрения, вторая размерность, которую имеет смысл рассматривать, это уровень совместного исполненного осмысления ситуации. И, наконец, третья размерность, в которую для любой системы высокой ответственности можно дать количественную оценку. Это управление адаптивными возможностями. Мало кто знает, что через приблизительно 15 или 20 минут, после того, как появилось... Люди узнали о Таране, к двум мостам, которые здесь вот показаны, пришпортовалось 4 катера, на которых были насосы, от которых были выброшены 4 нитки, и которые стали накачивать воду из гудзона для пожарников. Эти 4 катера дали воды приблизительно в 2 раза больше, чем та вода, которую пожарники смогли получить от пожарных кранов на месте. Это пример того, как возможности, которые можно было бы использовать для спасения людей, к сожалению, не использовать в нужной мере. И для будущих, борьбы с будущими катастрофами, управления адаптивными возможностями, необходимо принимать внимание в первую очередь. И поэтому третья размерность, которую, с нашей точки зрения, нужно учитывать при управлении стойкостью системами высокой, это управление адаптивными возможностями. На этом я хочу прервать, потому что времени мало, но я думаю, что это главное заявленное в заглавии, донес. Любую катастрофу можно рассмотреть в пространстве трехразмерностей. Первое – это управление уязвимостями, как антоним – это живучесть, управление адаптационными возможностями – это то, как люди извне могут помочь тем, кто попал в беду. И, наконец, третье – это совместно использованное операционное осознание ситуации. Это то, каким образом донести, что же реально происходит во время катастрофы, с тем, чтобы минимизировать последствия. На этом я закончу. И отвечу на второй вопрос. А при чем тут Клименты? Очень простой вопрос. Потому что все эти годы он со своей виртуальной реальностью, группой учеников и последовательств, работает над вот этим главным, с моей точки зрения, направлением – это совместно использование операционное осознание ситуации. Спасибо за внимание. И спасибо Клименту за то, что он есть. Добрый вечер, уважаемые коллеги. И, конечно, выступать завершающему всегда чрезвычайно сложно, потому что за тот долгий день, который вы провели здесь, вам пришлось услышать очень много совершенно разных вещей. И тут вот даже в последних четырех докладах от сотворения бытия до всякого рода уязвимости. Ну и я добавлю тоже сюда свою лепту по возможности, потому что то, о чем я буду сейчас рассказывать, и в этом Станислав Владимирович принимал активное участие на разных этапах становления данной задачки. Тем не менее, времени мало, доклад будет коротким. Будет состоять из введения, кульминации, заключения и поздравления. Введение. Ионосфера – очень интересная среда нашего земного шара. По существу, ее состояние определяет совместно с поверхностью Земли все электрические поля, возникающие в той или иной степени. А в свою очередь, эти поля, я на все начинаю от климата и заканчивая тем же самым состоянием человека, его именно биологическим состоянием. И на нее, на эту среду, также могут оказывать влияние совершенно разные воздействия, начиная от воздействия солнышка, и это называется солнечной погодой, и заканчивая антропогенными воздействиями разного сорта и воздействиями природных явлений. Вот наиболее известным из антропогенных воздействий является так называемое коротковолновое воздействие радиочастотами на ионосферу, разогреванные стенды, что приводит к тому, что ионосфера искусственно возбуждается, и после того, как это происходит, начинаются разного рода чудеса, исчезает связь, исчезает навигация, без чего мы с вами уже все не представляем свою жизнь, ну и начинается много-много интересных сопутствующих явлений. Вот одно из проявлений, это вопрос о том, какое это имеет отношение к ВНИИ АЭС и к кафедре, которую вы все представляете. Во время аварии в 79-м году на атомной электростанции в Три Майл-Айленде одним из наших искусственных спутников в 79-м году еще был зарегистрирован сильнейшая аномалия в слое максимальной концентрации электронов в ионосферной плазме, и таким образом было подтверждено, что в том числе и радиоактивное заражение тоже влияет на состояние аномосферы. Как все эти вещи посмотреть? Ну совершенно понятно, что на масштабах конкретного места или конкретной точки это можно сделать разного рода датчиками контактных измерений. Но как только вопрос встает о том, чтобы посмотреть на эту изменчивость, хотя бы в региональном масштабе, не говоря уж о том, что в глобальном, здесь очень трудно обойтись без использования спутниковых технологий. Ну и вот одна из них называется радиотомография ионосфер. Суть метода чрезвычайно проста. Излучение со спутника когерентных частот 150-400 МГц и измерение разности фаз двух этих сигналов просто прямо пропорционально интегралу от полной электронной концентрации в ионосфере, то есть в среде распространения сигналов. Ну и решая обратную задачу, возможно восстанавливать состояние анастерии. Далее я постепенно это пропускаю. Вот на сегодняшний день нами уже реализовано несколько цепочек наземных станций на территории Российской Федерации, которые позволяют эту технологию осуществить. До 2015 года таких станций уже будет около 50-ти. Так вот, и на самом деле именно для этого-то и нужна затем уже вот среда виртуальной реальности, когда мы можем результаты восстановленных измерений просто посмотреть, как все это выглядит в квази-реале. Вот очень интересный результат, который был получен нами незадолго до землетрясения, которое в этом году, в марте месяце, имело место быть в Японии. За 7 часов до события мы на нашей Южно-Сахалинской станции зарегистрировали зарегистрировали очень значительную аномалию. В общем, мы такой еще не видели ни разу. Причем эта аномалия проявлялась не только в электронной концентрации, вот здесь вот в зависимости от времени, как ситуация развивалась, это показано. На самом нижнем левом слайде уже потом состояние успокоившейся ионосферы, а в правом нижнем углу аналогичная аномалия в уходящем инфракрасном излучении от поверхности Земли. То есть вот это одно из приложений того оригинального метода, который разработан. Все хорошо, когда есть возможность использовать наземные станции. А что делать, если мы находимся над океанами, ну и тем более вне территории Российской Федерации? Нами был предложен оригинальный метод, как можно этот же подход осуществить с использованием нескольких космических аппаратов одновременно. В данном случае используется кластер из четырех маленьких аппаратиков. Ну, ряд предложений, и они уже реализованы и защищены патентами у нас. Вот в частности кластер аппаратов. Это то, над чем мы сейчас непосредственно работаем и надеемся, что в ближайшем будущем все это произойдет. Таким образом, первую, вторую и третью часть я завершил. Остался финал. Поздравление. Дорогой Станислав Владимирович, я вот тоже, как и все присутствующие, долго-долго размышлял, что бы тебе на память вручить. Вот. Ну, такая вот книжка замечательная. Здесь вот она называется «От востока к рассвету». Вот. Ну, мы долго шутили, что возможные варианты названия «От восхода до заката» ну и так далее. На самом деле, вот, Стас, чтобы всегда у тебя было «От восхода и до рассвета». Понимаешь? Чтобы ты всегда был такой же молодой, красивый, жизнерадостный, энергичный. Мы тебя очень любим, ценим. И я счастлив, что у меня есть такой друг. Да, только я хотел бы всем предложить посмотреть вот наши презентации, которые мы вот тут в суете не успели организованно показать. Андрей, мы можем запустить? Да, сейчас, да? Запускаем. И, значит, вот, может быть, еще пригласим. Кто захочет, пусть смотрят. Наша продукция в области технологии интервьюального обслуживания. Маш, мы можем кого-то... 50 метров на пиксель, значит, и NASA Blue Marble показана траектория движения станции МИР, МКС и корабля «Союз». Корабль «Союз» модель была сделана космонавтином Гурьяновым, который здесь сидит. Мы ее вставили в модель. Дальше сделана атмосфера на Земле на основе алгоритма у Нила, который позволяет рендерить атмосферу с любых точек зрения и из космоса, и из-за Земли. Создание терминатора, показ терминатора, в том числе следствие естественное. И в модели к рулевозок применяли шейдеры для учета освещения корректного, чтобы учитывать движение Солнца вокруг Земли, учитывать тень от Земли. Это сейчас приложение или видео? Приложение, судя почитаю. Да, ну... Не знаю, тут есть или нет, но у нас еще была сделана Байконура, подложка, спутниковый снимок, взятый из Угл-Газ, и некоторые здания, которые исторически значимы для Байконура. Вот так, по-моему, уже видео запущено. Сейчас я сделала мярный матер-школы, шкорная, 21-29, и вот встанно какие-то приложения. Видно, примерно, на этой школе на программстве глокуса. Также приложение позволяет встраивать показ видео прямо из трехмерного положения, то есть это реализация, ну, одна из, как бы, примеров виртуального листования. То есть мы можем, вот там видны такие иконки вокруг школы, кликая на иконку, можем запустить, например, дикое видео. там панорамное видео вокруг с этого места. Видео тоже в 3D. Да, и видео тоже было снято в 3D на стерео-видеокамеру, так что стерео-какер-модели синтезировано со стерео-видео. Там есть свой комментарий, своя виртуальная студия, своя обсерватория. Так что очень хорошая школа. Так, уважаемые коллеги. Официально сейчас закончено, а неофициально еще продолжайте. Я просто закончил в следующем. Все, что в отношении разработано на Московском радиотехническом институте, называется проект «Частота». Проект по очистке для этих водителей еще в Азии. То есть показана модель штерео-какер-мещин. Здесь в общее лазерное сканирование. Примерная модель топливного, какого-чистота, где-то внизу, белый, круглый. И примерная робота. Робот установлен на лазер. И поэтому более старые версии приложения, сейчас в новой версии, уже показан процесс сечения лазером, процесс парлингисты. Идея в том, чтобы к лазерам испарять радиоактивные вещества с поверхностями и их отсасывать мощью насоса. То есть это для того, где для людей опасно даже здесь находиться. Это радиоактивный демонстрационный организация какого-то решена разработка из-за организационных моментов возникновения. Дальше? Это довольно старое положение, но многие его уже видели. Визуализация магнитного времени поэта себя. Как он распределяется и висит от направлений от солнечного ветра. То же самое положение для демонстрации применения верхней автореальности для сандалогии, для обучения студентов стоматологов. нет. создавал руку. Что тут будет проявляющего выездить? Какое? Не проявляю что-то есть. Горячая давность Это очень тяжело. Чего он где-то входит? Я сейчас все уже оптимизировал, он видится намного быстрее. Надо обновить приложение. Ты что, смотришь, управляешь? Упал, да? Упал, да? Не упал, я его уже. Тоже старый проект. Показан резиновые трубки. Моделирование натяжения трубы. Степах показано. Все видят? Пожарный. Виртуальный системный. Старый? Да. Новый. Ну, я не могу. Управление, что я нервы не удержу. Оборужешь? Сейчас. Пожар, игрой снедолго. Я понял. Отдел? Краут? А! Я помню, что в музее революции не хватало питания. 2 пробел 2 пробел 2 пробел? да ну это проект который мы сделали с моим одногруппником Сергеем Юрьевым 2-3 года назад вот это старая версия здесь общежитие везде разные вот сейчас идет работа вместе с Сергеем Мещериным над переносом всего этого хозяйства на виртуальный колбас чтобы интегрировать там в общую систему как-то ее диагноз виртуальную исследование здесь есть модель жителей есть деревья, есть моделирование времен года зима-вета, нажми shift W да разогнал да наверное терпущественных стих я узнаю нет shift W смотри смотри на клавиатуру shift shift S нажми может тягко в сток работает да ну режим зимы частичный переключился поработает снег есть да да у с м с м м с может спустить себя надолго ну вот это вот видео есть на этой площадке смортированное с одной едет по-моему довольно долгое так что может быть уже стоит идти с по-моему с 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 в Продолжение следует...